итак начнем наше обучение в первую очередь как правильно извлечь первый звук из кубы за сначала нужно его взять удобно в левую руку если человек левша то удобно в правую руку так берем в левую руку не касаясь язычка два пальца ставим снизу большой пальц спереди у кубы за есть скосы прижимаем к открытым зубам передние скосы так чтобы язычок был на уровне право ноздри и далее ставим губы сверху растянутом состоянии и дергаем язычок от себя или на себя таким образом получается первое правильное звукоизвлечение дальше поройдемся по техникам существует три платформы для создания звука это дыхание носом дыхание ртом и задержка дыхания с напряжением горла при каждом дыхании существуют дополнительные инструменты которые изменяют звук это артикуляция гласными то есть формирование внутри рта гласных а о и и других таким образом гласные меняют мелодику а ритм задается рукой давайте послушаем звук при дыхании носом с артикуляции о ее также послушаем с артикуляции о ее при дыхании ртом и задержка дыхания с напряжением горла таким образом вы слышите разное звучание при разном дыхании далее рассмотрим дыхание ртом более подробно при дыхании ртом есть также несколько типов дыхания одна из техник пулеметное дыхание эта техника дает возможность делать современное течение музыки пулеметное дыхание с буквой т тычки воздуха и уже с помощью буквы т можно создать какой-то интересный ритм вот на этой технике уже можно классно импровизировать что-то сочинять свое далее рассмотрим технику короткого дыхания я назвал эту технику вибро дыхание как когда на один удар делается выдох вдох и при этом если задействовать гласные а о и и меняется мелодика но еще есть турбо дыхание когда мы на один удар делаем два раза больше выдохов вдохов и уже получается тоже какая-то такая современная электронная музыка ну конечно нужно все осваивать потихонечку пошагово с более медленным ритмом таким образом еще происходит дыхательная гимнастика которая дает бодрость телу и снимает стресс еще есть очень интересная техника мелодии древних чтобы освоить нужно немножко постараться здесь нужно сначала научиться задержке дыхания с напряжением горла для этого вначале нужно много воздуха набрать гортань и задержав дыхание сделать артикуляцию ай-яй-яй ой-яй-яй без голоса ай-яй-яй 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 ай-яй-яй-яй и уже дальше делать разные артикуляции чтобы повысить чувствительность и расширить возможности и потом уже можно переходить к технике мелодий древних это чередование задержке дыхания и дыхания ртом ай-яй ай-яй ой-яй то есть ай-яй задержка на горле ай-выдох ай-яй задержка на горле ай-вдох ай ай-яй-яй И уже можно дальше делать разные артикуляции, чтобы сделать игру такой более разнообразной, красивой. Далее можно уже углубиться в очень интересные техники. Это изменение тональности при помощи пальцев. К примеру, большой палец ставится между дек и подушечка начинает нажимать на язычок. И также указательным можно помогать. И можно уже играть очень интересную музыку разнообразную, например, такую. Вот. Таким образом уже у кубиза открывается еще больше возможностей. Есть такой стереотип, что у кубиза только одна нота. Но нет. При этой технике появляется гораздо больше нот, гораздо больше возможностей. И инструмент уже становится как бас-гитара или как рояль. Итак, мы рассмотрели часть возможностей этого замечательного инструмента. Но на самом деле не обязательно играть так сложно, как-то углубляться в какие-то дебри. Достаточно просто поймать волну, расслабиться и получать удовольствие даже от однообразных звуков. Ведь играя на кубизе, вы медитируете, расслабляете свой ум и погружаетесь в вибрации любви. Субтитры делал DimaTorzok